Всем привет! С вами снова Вилл-Онлайн. Сегодня прохладненько, сыро, и мы решили показать вам велосипедов. Три всего лишь велосипеда, но они не помещаются все на съемки, поэтому будем рассказывать медленно. Что можно рассказать про велосипеды Тандем? Что-то странное, мало кто видел, еще меньше кто на них катался. А кто на них катался, ничего не понял, самое интересное. Потому что это уникальная штука, и в нем все необычно. Все совсем по-другому, это даже не совсем велосипед, это Тандем. Просто можно назвать его словом Тандем, и все будет понятно. Где я сделал Тандем, мне пришло в голову давно-давно-давно, но не получалось реализовать. Все как-то не было шанса, или случая, или что-то не так. Лет десять назад мне что-то интересовало эта вещь, Тандем. И тут мне подвернулась сборка на титановой раме, я сразу купил и перестроил. И перестроил вообще необычно, так как нигде нет. Какие-то идеи я подглядел у других людей. Когда я думал про Тандем, мне не давал покоя велосипед Cannondale, года примерно 99-го, он голубого такого цвета. В нем используется короткая вилка, которая ставилась на их, дескать, доумхильные велосипеды. Она была двухкоронка, и мне показалось это решение надежным. Когда я строил Тандем, я собственно реализовал все свои самые безумные идеи, и они получились. Они получились, сейчас мы вам их покажем. Вот этот велосипед титановый, правда плохо видно, серое на сером. Ну ничего страшного, вот он, такой вот интересный велик с двухкоронкой марзочи, с гидравликой, с титановыми шатунами, планетаркой, тут все. Интересно, такие кожаные седла мы поставили ему. Хороший велосипед, еще не обкатан, но полностью на ходу. Сейчас, находясь здесь, в Лужниках, мы его сравним с другими тандемами. Они сейчас в России есть. Мы приехали к нашим друзьям велопрокат, которые находятся в Лужниках, и собственно у наших велодрузей, вот здесь вот, есть два других тандема, а двух других брендов. На мой взгляд, они неудачные, неинтересные, но тем не менее, их можно взять покататься и попробовать, что это такое тандем, и решить для себя, хотите ли вы строить нечто подобное, или, может быть, какие-то другие идеи вас пустят при постройке своего тандема, если вообще решите на нем кататься когда-либо. Вот. Технические подробности этого велосипеда мы пока опустим. Мы говорим, пожалуй, про вот эти вот тандемы. Вот это вот чудо-агрегат я попробовал в деле давно, несколько лет назад. Значит, он сделан в прогулочном стиле, у него нет амортизационной вилки, у него дикая длина. Рама длиной от подсидельного зажима до рулевого стака, так называемый ЕТТ, если это можно так сказать, метр тридцать. У моего велосипеда метр семнадцать, то есть он, короче, на тринадцать сантиметров длиннее, точнее. Прямая посадка, не развить большой скорости, и даем здорово покататься по фану, вот взять с собой девочку и прокатиться вот здесь в Лужниках по парку, вообще классная штука. Но главное, не разгоняться выше пятнадцать километров в час, потому что я не уверен в том, что вообще вибрейки, когда строили, думали о том, что они будут работать под весом в двести килограмм на скорость свыше пятнадцати километров в час. Я вот в этом очень сильно сомневаюсь, поэтому аккуратненько прогулочу на этом велосипеде можно покататься, довольно-таки интересно и забавно. Главное, не делать на нем ничего спортивного и экстремального. А вот этот велосипед уже интересней. В России появился бренд-формат, они очень активно ворвались в спортивную жизнь и сделали вот такой вот продукт. Он на пять сантиметров короче швина, но при этом все равно длиннее моего тандема. Мне кажется, он длинноват, он просто длинный. И в нем есть несколько решений, которые я не понимаю лично. Например, эмоциональная вилка, которая в принципе не рассчитана на нагрузки выше 100 килограмм. Dropout под эксцентрик. Вот это вот решение, мне не понять. Слава богу, хотя бы конический шток. Слава богу, здесь она не совсем уж слабая. Но, тем не менее, она ненадежная и не ударопрочная под весом 200 килограмм. Дело в том, что тандем это не совсем простой велосипед. Использовать на нем велосипедные компоненты уровнем попроще я бы не стал. Трансмиссия с двумя переключателями, которой надо, кстати, наловчиться, пользоваться. Особенно, если у вас синхронное педалирование, вот на этом тандеме оно реализовано. То есть два велосипедиста одновременно проходят мертвую зону и точку в три часа, когда наибольшая нагрузка. Сейчас спереди должен договориться и таком сзади о том, что вот сейчас подожди, подожди, я переключаюсь. Я не знаю, как настраивать этот диалог при езде на этом велосипеде. Могу сказать, что давайте попробуем на них покататься. Трансмиссия тандем, вот мой на ходу, он какой-то забавный. У него очень короткий передний треугольник. В принципе, вполне оправданно, с точки зрения посадки немножко неудобно. Как-то боязно немножко ты смотришь на колесо впереди, свешиваясь над ним. На обычном велосипеде ты постоянно будешь думать о том, что перевернешься, на тандеме это нереально. Перевернуться через руль. Быстрее колесо заблокируется в любых экстренных ситуациях. Многие задают вопрос, что будет происходить с рамой при такой вот длинноходной вилке. Объясняю, что происходит. Ничего не происходит с рамой, все хорошо. Вот я сажусь своим весом, нагружаю ее, и она проваливается практически до стандартного хода в 100 мм. То есть я нагружаю, велосипед становится в горизонт, как он должен стоять, и все более-менее хорошо. Но есть сюда один нюанс. Рама титановая и очень сильно колбасит, очень сильно пружинит, и к ней нужно немножко привыкнуть. Попробуем. Блин, да, тут два переключателя вот этих. Опа! Интересно, что-то переключается, но не у меня. Там где-то сзади какие-то переключения происходят. А вилка-сантур, кстати, не работает. Я думал, что она будет прожиматься. Просто я очень сурово выгляжу на этом велосипеде. Сурово выгляжу, да? Просто такой вот колоритный вообще езжу на велосипеде. Просто так в прогулочном темпе, спокойненько на тандеме. То тут ребята расскажут, что он все-таки ненадежный. Это трещотка на 70 скоростей. Она-то вообще на обычных велосипедах разваливается. А тут двое сидят на нее постоянно давят ногами. Как она вообще работает? Я не знаю. Виброеки тоже какое-то странное решение. Вот. Но единственное, они догадались хотя бы сделать асинхронное педалирование. Чтобы ее не разрушать пиковой нагрузкой. Интересные, конечно, аппараты. Тандемы. Рассказываю впечатления вот такие первые. От прогулки вот этих вот, небольших, а прогулок. Мне все-таки нравится моя сборка. Несмотря на пружинистую раму, она работает. Она короче и все хорошо разгоняется. Асинхронное педалирование для этого велосипеду сильное преимущество. Я думал, мы там поедем на том формате. Нет, не поехали. Даже несмотря на то, что там синхроны стоят. Мы вдвоем давили. А он не едет. Честно, не едет. Ну, хотелось бы больше. Два человека крутят на педали. Не знаю. Ну, все видели, да, вилка работает. Она прожимается под весом двух человек до примерно 100 миллиметров. Тандем становится на свой положенный уровень. Все хорошо. Если сперлистный человек полегче, он без проблем ее опустит. И повторюсь, особенно с геометрией. Очень короткий передний треугольник. И поэтому вес переднего человека очень сильно нагружает переднюю вилку. Все прикольно. Вот это, конечно, да. Это еще то чудо инженерной мысли. Здесь, по-моему, еще одинарная бода стоит вдобавок. На тандеме. Формат. Конечно, да. Вот эта вилка не работает. Два человека ее нагружают. При рулении, торможении ее нагружают. Перекашивает. И она не прожимается. Зачем они сюда поставили, я лично не понимаю. Она опасная, потому что она не держит нужную нагрузку. И не работает. Переключение тоже странное. Оно находится сзади, и ты его не контролируешь. Ты не видишь, как переходит цепь по звездам. Ты это не чувствуешь. Потому что за счет этой связки чувствительность падает. И впереди сидящий человек, он что-то переключает. А по факту, что он переключает сзади, он не понимает. Он не видит и не понимает этого. А нагрузка при этом выше. Как с этим бороться, я на этом велосипеде не понимаю. Ну, к этому нужно прикатываться. А так... Такой нормальный велик. Поубирать бы сюда все лишнее. Собрать его по-нормальному. И все будет здорово. Можно ездить. Исковый механик, кстати, тоже не справился с этой задачей. Далее тормозную ручку, просто до упора все. Рука сломалась. Я слабый человек, в принципе. А колесо даже не думает блокировать заднее. Просто там нет намека на блокировку вообще. На какое-то эффективное торможение. 200 килограмм несутся, как направляемый поезд просто. По дороге. Пойди пешеходом, объясни, что тут не останавливается штука. Вот. Интересные тандемы, конечно. Интересная вещь. Говорим немного про тандемы с технической точки зрения. Рассмотрев его детально, пока мы находимся в нашем сервисе. Рама здесь титановая. На мой взгляд, это наиболее качественный материал для велосипедов, который подвергается нагрузкам от перевозимого в вес двух людей. Вот. Помимо всего, здесь используется еще ряд интересных компонентов. От этих же самых мастеров титановых изделий было, собственно, шатуны под пятилапку. Титановые тоже. Титановый вынос. Руль. Титановые подсидельные штыри. Титановый вынос. Это было предложено, собственно, компанией МТИ. И было куплено в стоковой комплектации с какой-то непонятной наездкой. Мы все оттуда сняли. Все, что было непонятно на велосипеде. И, значит, с определенным безумственным импорством подошли к процессу создания велосипеда. Первое, что было точно ясно, что использовать надо было маркетинговую вилку. Но при этом обладающей повышенной прочностью, повышенной надежностью. Стандартный стоял ЭКТ РСТ. И, кстати, на многих велосипедах используется тоже что-то непонятное. Так вот, большинство контрильных вилок ограничений по весу 100 кг. И для тандема они не годятся в принципе. И тут вспомнили, конечно, про дунхильные вилки. Здесь стоит маркетинговая 4 восьмерки. Мы нашли такую вилку, поставили на велосипед. И дальше были некоторые споры по поводу угла рулевой и, собственно, длины хода. Еще на стадии строительства было ясно, что если мы открутим болтики и переместим ноги выше, то мы опустим аккуратненько рулевой стакан ниже. Все банально просто. Но когда мы начали проверять велосипед на ходу, два человека село. Сек у вилки был примерно сантиметров 8-10. И труба стала в горизонт. Высота кареток стала той, которая нужна. И велосипед можно было эксплуатировать. Ну, собственно, под тем весом, который мы тестировали. Если вес райдеров будет меньше, можно быстро перекрутить эту вилку и все будет хорошо. Но у этой вилки находятся две короны и прочность выше. При наезде на препятствия здесь самый высокий крутящий момент. И, собственно, обычные классические вилки, не двухкоронные. Использовать тандем я бы не стал. Помимо всего прочего, естественно, здесь помощнее штаны, двадцатая ось. И все, собственно, прелести высокой прочности, которые используются в доунхиле. Переднее колесо, собственно, мы собрали на ободе Atom Lab. Кто знает, это довольно-таки прочный обод. И пользуется спросом в узких кругах. Еще немножко позаморачивались с тормозами, сделав, собственно, интересную сборку из шимановских ручек. К левой шимановской ручке мы прикрутили четырехпоршневой низ 756. Это тормоза Shimano XT первого поколения гидравлические. А назад мы поставили ободную гидравлическую Maguru. Вместе с шимановской туристической ручкой, вместе с ее рычажностью и большим ходом, получилось очень мощно. Потому что Maguru, стандартная ручка, она немножко другой рычажности и с другой ручкой. Под весом двух человек заднее колесо блокируется без проблем на любой скорости. Дополнили велосипед двумя седлами, родом из Советского Союза, кожаный, удобный для туризма, все хорошо. И, значит, последняя была идея построить трансмиссию. Хорошую, надежную трансмиссию, которая, собственно, сочетала бы с себя тоже какие-то непонятные решения. И было придумано следующее вещь. Переднего сзади человека связали обычными звездочками, сингловую цепь, родом тоже из Советского Союза. А привод назад сделали с помощью большой звезды и сзади установили планетарную штуку. Собственно, ни один из производителей велосипедных компонентов не регламентирует, собственно, использование их в тандеме. За исключением, может быть, ДТ, который создал втулку с аббревиатуры «Тандем» и сделал ее запасом прочности. Но ДТшная втулка, она, собственно, под обычную классическую кассету. Туда надо было поставить бы переключатель и цепь от переключения, которая работала бы сюда в перекосе и быстрее бы изнашивалась. Мы решили попробовать планетарную втулку. Почему? Потому что цепь находится на прямой линии. Звезды стоят друг напротив друга без какого-либо перекоса. Работает цепь. Собственно, уменьшает шанс ее обрыва при большой нагрузке. И осталось проверить, как будет себя вести Shimano Nexo, собственно, в таких вот лютых условиях. Чтобы уменьшить пиковую нагрузку, была, значит, придумана следующая вещь. Не нами была придумана. Существует два типа педалирования – синхронная и асинхронная. Синхронная – это когда оба участника тандема достигают точки положения штунов на 3 часа одновременно. Тогда получается, собственно, очень высокая пиковая нагрузка. И оба проходят точку на 6 часов с маленькой нагрузкой. В нашем случае педали стоят асинхронно, когда один из участников тандема достигает точки в 3 часа, а второй проходит мертвую зону. Поэтому нагрузка пиковая равна нагрузке одного человека и при этом никогда не достигает нуля. То есть вторая цепь всегда находится в натяжении, всегда находится под хорошей нагрузкой от педалирования. В том числе это и полезно и для спиц. То есть износ спиц велосипеда обусловлен циклической нагрузкой. Когда нагрузка то спадает до нуля, то поднимается до максимума. Здесь спицы получают нагрузку от тягового усилия двух велосипедистов и постоянно работают под нагрузкой. Вот, собственно, такие технические решения были придуманы в этом велосипеде и дальше будем испытывать его в действие. Я не знаю, что еще добавить про велосипеды. Я говорю про велосипеды то, что я думаю, как оно есть, рассказывать какие-то свои впечатления, мысли. Я никогда не буду говорить про велосипеды какие-то избитые маркетинговые фразы. Я буду говорить про них то, что на самом деле с ними происходит. Буду делиться с вами вот этими мыслями, своим опытом. На нашем канале в YouTube вы найдете ролики про самые интересные велосипеды, про самые интересные сборки. С критикой. Все как положено. Никаких излишних слов. Хвалить велосипеды я точно не буду. Особенно те, которые невозможно хвалить. Так что, если вы хотите узнать про велосипеды правду, подписывайтесь на наш канал. А я буду вам рассказывать про них. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok